что давайте быстренько пройдемся по новостям сегодня прошу прощения без вязания вот с ледяным кофе потому что такая жарище у нас плюс 30 для меня это ох слишком какие новости накопили с тех пор как мы не виделись первое конечно же мои любимые детские платья и я с ними завязываю вот это вот зеленое которое вы видите для меня она была долгожданная потому что очень тонкие спицы тонкие нитки долго я его вязала вот наконец-то она готова но почему она на данный момент последняя потому что я решила сделать паузу и как бы мне не хотелось дальше заниматься платьями но у меня накопилось несколько вещей которые нужно перевязать и довести до ума в том числе вот этот вот топ и это знаю в чем там конструктивные недостатки этот прекрасный серебрист серебристый шелк тоже лежит у меня без дела и надо его довести до ума и носки в конце концов не вязаная в общем куча дел вязальных с которыми нужно разобраться прежде чем дальше заниматься платьями по зеленому платья цена с вами все равно поговорим потому что она готова релс вышел большое видео вышло как вы помните у меня описание всегда очень краткие я прошу прощения у тех девочек которые любят полные и полноценные скажем так описание с первой до последней петли у меня нет возможности их делать поэтому если вы любите краткие описание то добро пожаловать уже на канале ссылку я оставлю в первом комментарии но с первого сентября перестают работать ссылки в описаниях к роликам на ю тубе и ссылки в описаниях коротким роликом если я все правильно поняла то что менеджмент youtube у предупреждал вот поэтому если допустим вы потеряли какое-то описание вам что-то надо освежить в памяти вы уже не найдете эти ссылочки вы идете в профиль того или иного канала но вот например я показываю на примере моего канала и просто скролите по контенту и находите то видео которое вам нужно вот этот вот переход удобный по ссылочкам в описаниях он уже не будет работать но мы с вами не потеряемся с первой новостью мы разобрались платье готовы это первая новость описание платью готова это вторая новость мы переходим к следующей новости помните я анонсировала в одном из коротких видео вот этот вот образец и вот эту вот смесь это хлопки итальянские вот такого цвета тиффани мне нравится говорить но он может быть бирюзовый его можно называть цвета морской волны наверное можно называть если среди вас специалисты есть по колористике или художники или кто-то знает правильно вот как этот оттенок по азбуке называется вы пожалуйста напишите потому что я не специалист я подбираю те эпитеты которые ну мне нравится так вот я хотела его смешать с белым и я всегда пропагандировала вот эти вот смеси мне очень нравится меланжи и мне нравится экспериментировать с меланжами да это только кажется что в отчетом две нитки смотала но на самом деле нет за этим тоже стоит опыт за этим тоже стоят эксперименты вот но окей хорошо возвращаемся опять к этому зеленому вот кто бы мог подумать что мне здесь настолько пригодится вот этот серый шелк на который я злилась что я его заказывала думала что белый заказывают казалось серый но как он хорошо вот сюда лег ну так вопрос о меланжах так вот из этого оттенка тиффани или бирюзового или как мы там его красиво назовем я тоже хотела сделать меланж с белой пряжей и вот ну вижу образец ну как вроде красиво ну что тут не так что тут вот не хочу что-то внутренне какой-то парадокс у меня вызрел а потом понимаю на что мне похож этот меланж этот меланж мне похож на таблетки для посудомоечных машин которые я закладываю когда мою посуду и что-то мне не хочется не топ женский вязать взрослые не детской платьицы вязать из цвета посудомоечных таблеток не знаю что делать или другим цветом разбавлять или полоски придумывать какие-то или просто завести эти таблетки другого бренда я не знаю девочки вот ну бывает такой цвет ну обалденной красоты просто вот смотришь глаз отдыхает а внутри какая-то придурь сидит и говорит да у тебя таблетки для посудомоечной машины такого цвета ну вот так что пока я не разобралась что мне делать вот этим вот прекрасным голубым оттенком если у вас есть какие-то может идеи соображения пожелания вы пожалуйста напишите мне ладно следующее видео я анонсирую тут вот в комментариях у меня спросила подписчица как я делаю поворот при реглане или поворот при укороченных рядах это будет одно и то же так чтобы было без дырок придется на написать придется записать видео потому что в общем то способ у меня простой но у нас старинные и я даже не знаю а подписчица наставит мне кажется что у вас получится аккуратно я не думаю что более или менее аккуратно чем у миллиона других прекрасных вязальщиц которые есть на ю тубе но если вам нужен именно мой способ да он он не не такой распространенный как остальные он скорее более редкий и я мало вижу девочек кто так вяжет если вам поможет ну я буду рада конечно еще вот такая вот новость вы знаете она касается развития канала я раньше думала вот правильно делают девочки в летний сезон они делают летние вещи вяжут в зимний сезон там идут все самые пушистые прекрасные кашемеристые пряжи а я решила так не делать знаете почему потому что я не хотела бы загонять себя в какие-то рамки то во первых во вторых я не знаю кто где живет у кого какая погода некоторые до ноября а греются в лучах солнца и но с чего бы мне тогда сдерживать себя если мне хочется осенью связать что-то легкое а мне хочется я же до сих пор выбираю себе узор для летнего топа мне не важно я зимой его одену прекрасно понимаете когда кругом включены кондиционеры не кондиционер это летом а зимой это получается на обогревание работает когда кругом тепло когда ты живешь между детским садом площадкой супермаркетом и какими-то заведениями куда ты идешь все равно с детьми и там тепло в любом случае потому что ну к детским учреждениям там куда бы ты не не шел там в театр куда-то в библиотеку в кафе какие-то может быть детские комнаты там в любом случае всегда тепло а то и жарко а местами еще за этим ребенком побегать надо и поэтому для меня актуальность легких вязаных вещей она остается и зимой и летом что называется и летом и зимой поэтому я не буду себя сдерживать хочу вязать белый топ дырявый я его буду вязать просто зимой я его буду носить на какую-то может быть менее открытую майку чуть более закрытую и на рубашку может быть но все равно это должно смотреться актуально и что называется по сезону а поскольку в те места где я хожу там с учетом детских потребностей всегда тепло так ну почему мне не не продолжить вот эти вот летние мотивы поэтому да видите вот два видео меня уже есть по выбору ажурного вязания для летнего светлого топа или назовем его для легкого светлого топа будем продолжать дальше а меня никто не сдерживает я могу и полгода собираться летний топ вязать но что вы мне скажете что он не сделать я шучу конечно же такие новости у меня пока что до встречи в комментах